Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Ученые из Пенсильванского университета, США, изготовили тонкие диски из майлара, каждый диаметром всего 6 мм. Затем они покрыли нижнюю часть дисков пленкой из углеродных нанотрубок. Они поместили предметы в специальную камеру и обнаружили, что направленные на диски лазерные лучи смогли поднять их вверх на небольшое расстояние. Высоту дисков можно было регулировать за счет интенсивности света. По сути, левитация произошла из-за тепла, которая возникла при ударе лазерных лучей о нанотрубке, как пишут ученые. Они отмечают, что часть тепла была поглощена предметами, а часть нет. Это повлияло на движение молекул и стало причиной поднятия дисков вверх. Среда в специальной камере полностью повторяла среду в мезосфере, это часть атмосферы Земли на высоте примерно от 50 до 80 км над поверхностью планеты. Ее называют «мертвой зоной». На этих высотах воздух слишком разрежен, поэтому обычные самолеты и аэростаты там летать не могут. В то же время он слишком плотен для полетов обычных искусственных спутников. Приходится запускать особые метеорологические ракеты. Ученые пытаются выяснить, как можно отправлять метеодатчики и другие полезные приборы в мезосферу с помощью легких кораблей и как контролировать их длительный полет в этой части атмосферы. Эксперименты с левитирующими дисками и светом способны в этом помочь. С их помощью можно выяснить, будут ли запущенные в мезосферу предметы удерживаться в воздухе с помощью мощных световых лучей, направленных на них снизу. Посмотрите на самые странные эксперименты и изобретения ученых прошлых веков.